Я начал входить в это темное место. Это было как вибрация, и становилось все темнее и темнее. Я никогда не выберусь отсюда. История моей семьи — это история скрипача на крыше, в которой набирали силу еврейский погром, и был царь, и они нападали на деревни и уходили с тем, что могли унести. Я вырос в месте, которое мы с любовью называли «борщовый пояс». Мои родители говорили «дома наидиш», это был их тайный язык. Меня воспитали сионистом, наша жизнь вращалась вокруг Израиля. Мы ходили в синагогу на праздники, Рошашана, Йом-Кипур. Я помню кущу у нас во дворе. Но самые теплые воспоминания были о поездках в лагерь в Хабаним. Мы пели. Я рос в 60-е и был под влиянием того, что мы назвали «поколение любви». Я принимал ЛСД, кокаин, псилосибин, мескалин, мефедрин, нимбутал, секанал, тетрагидроканабинол и многие другие вещи. И если бы все в мире были под воздействием наркотиков, мир был бы лучше. Это была ложь, но тогда мы этого не знали. Я встретил свою жену в 67-м году. Мы стали заниматься трансцендентальной медитацией с Махариши Махеш-йоги. А затем мы вступили в ашрам. Я носил тюрбан, завязывал его каждое утро и был в нем постоянно. Мы называли это «белая йога». Мы должны были приносить фрукты или цветы и возлагать их на алтарь. Позже я узнал, что мы как бы приносили жертвы индуистскому богу. И что, по сути, произошло? Я отверг свой иудаизм. Однажды я медитировал, мои глаза были закрыты, и я начал входить в какое-то темное место. И становилось темнее и темнее. И я помню, как все мое тело начало трястись. Это было как вибрация. На какое-то мгновение я подумал, «Я никогда не выберусь из этого места. Мне нужно отсюда убираться». Мы с женой продали свои машины и вещи, купили рюкзаки и отправились на поиски истины. Мы поехали в Лондон и заблудились там. И какой-то человек вышел из переулка, высокий парень с бородой, и он начал говорить с нами об Иисусе. Иисус не для евреев, потому он может говорить все, что хочет. Он уходит и возвращается минут 20 спустя с книгой. И эта книга называлась «Бог, который существует». Ее автор — человек по имени Фрэнсис Шефер. Мы пошли на остров Уайт, который на английском канале, и там был большой рок-концерт, больше, чем в Удсток. И мы расположились рядом с двумя парнями. Они сказали, «Мы нашли гуру Запада». Я сказал, «Кто же это?» Они ответили, что его зовут Фрэнсис Шефер. Я сказал минуточку, залез в рюкзак, достал эту книгу и спросил, «Вот этот парень?» И, конечно же, это был тот самый человек, о котором мы слышали две недели назад в Лондоне. Крутое совпадение. Для нас тогда все было увлекательно. Мы путешествовали автостопом по Бельгии, Франции, Дании, Голландии. Мы зашли в книжный магазин, и посреди отдела религии была книга с названием «Ла Бри». Это было название общины, в которой жил Фрэнсис Шефер. И там была карта, как добраться до Ла Бри. Мы поехали автостопом, и нас подобрал один парень. Он отклонился на два часа от своего пути и высадил нас прямо перед главным входом в Ла Бри. Мы остались там. Нам начали рассказывать об Иисусе. И точно так же, как парню в Лондоне, я сказал, «Послушай, Иисус не для евреев, а мы евреи». И нам сказали, «Да, но он был евреем». Там был еще один человек, большой эксперт в пророчествах. И он начал читать нам Писание о пророках, которые пророчествовали о Машехе, который однажды придет. И они говорили нам о Мессии, еврейском Мессии. Если ты еврей, то у тебя, вероятно, есть Библия. У тебя где-то есть Танах или Тора. Открой свою Библию. Посмотри 53 главу Исаии. Открой 22 Псалом. Открой 5 главу книги пророка Михея. Посмотри сам. Скажи мне, что они говорят тебе. У нас был прекрасный обед на День Благодарения. И доктор Фрэнсис Шефер проводил то, что они называли хлебопреломлением. Я не знал, что такое хлебопреломление. Что это такое? Он начал говорить о том, как Иисус умер на кресте. Мои глаза закрыты. Я сижу на полу. И я вижу эту картину. Иисус на кресте. Я смотрю вверх, и вот он распятый, окровавленный. И когда я смотрел вверх, одна капля его крови упала мне на лоб и разбрызгалась по моему лбу. Я подскочил, вздрогнул. Это напугало меня. Каждый раз, когда я смотрел вверх, капля крови капала и разбрызгивалась у меня на лбу. Довольно скоро мой лоб весь был в крови. И все эти споры и дебаты о теологии, антропологии, геологии, мы говорили о потопе и о многих других вещах. Теперь это стало личным. И я осознал, что Иисус умер за меня. Израильтяне, народ, который вышел из Египта, Бог дал им систему, как приходить к нему или как приближаться к нему. Частью этой системы была жертва. Пролитие крови было обязательным для прощения грехов. Когда пришел Иешуа, Он стал жертвой, которая прекратила все жертвы. Я понял, что то, что Он сделал на кресте, Он простил мой грех. Это тот новый завет, о котором пророчествовала Иеремия. Я был рабом греха, а теперь я больше не раб греха. Мое еврейство теперь более значимо, чем когда-либо раньше. Знаете, когда еврей принимает Мессию, Он не меняет религию. Я чувствую себя евреем больше, чем когда-либо раньше. Мы были евреями, мы отступили, а теперь мы снова вернулись. Мы просто принимаем нашего Мессию.